Здравствуйте! Это новости на канале Антенна 7. Я Денис Ионос. Сегодня в выпуске. С медалью в будущее! Уже давно не праздничное, а теперь ждем физику. Самый главный для меня предмет. От него будет зависеть многое. Сколько человек заслужили награду за особые успехи в обучении? Чехов по-японски. Ни-то. О чем я мечтаю? Чем японцам так нравится русская классика? А еще кто прошел по молодежному арбату и обзор спортивных новостей? Почти на 19 миллиардов рублей урезали расходы Омска на трехсотлетие в правительстве страны. И это за полтора месяца до празднования юбилея города. Например, на культурно-массовые и спортивные мероприятия теперь выделят не 20 с лишним миллионов рублей, а всего 6 с небольшим, причем деньги эти из областного бюджета. Урезали фестиваль русской культуры «Душа России». Под денежное сокращение попал и сибирский международный марафон. Международного фестиваля театра «Кукол в гостях у Орликина» в этом году вообще не будет. На 14 миллионов рублей снизили затраты на реконструкцию здания «Саламандры» под филиал музея имени Врубеля. Ни рубля не выделят на реконструкцию цирка, хотя в этом году из федерального бюджета планировали выделить 80 миллионов. Ничего не потратят в этом году и на строительство главного корпуса ОМГУ на Фрунзе. Все эти объекты значились в так называемом юбилейном плане 2040. Из него также исключили реконструкцию корпуса городской детской клинической больницы, строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Ленинском округе и в Саду Сибирь. Забрали и те деньги, которые планировали выделить на строительство Красногорского гидроузла, Омского метрополитена, строительство и реконструкцию объектов систем водоснабжения и водоотведения в Омске, а также строительство поликлиники на тысячу посещений на проспекте Комарова. Несмотря на сокращение расходов на юбилей, в Омске выступят группа Сплин и певица Ёлка. Это один из сюрпризов, который стоит ждать о мечам в преддверии долгожданного юбилея города. Но все сюрпризы директор Департамента культуры Владимир Шалак сегодня раскрывать не стал и ограничился официальными планами о том, как будем праздновать 300-летие Алла Аксенова. За семь дней до официального дня города в Омске начнется период, который можно характеризовать каждый день праздник. Всю неделю будут проходить яркие культурные события. В череду 30 июля откроет праздник День омича, который проведут впервые и делают его сами омичи. Но все самое интересное покажут 6 августа, в день рождения города на Иртэше. Все переходят на Соборную площадь. И в 12.00 мы начинаем наши праздничные действия театрализованным прологом из истории города. Он до 40 минут пролог будет. Готовится очень интересное мероприятие, в котором будет принимать около тысячи участников. Одновременно под благове с церковных колоколов остановят ход часов обратного отсчета. А дальше начнется театрализованное шествие, своего рода сибирский карнавал, где задействовано 4000 участников. Электронную музыку сменят живая. В День города проведут парад духовых оркестров. А с наступлением сумерек в трех точках Омска прозвучит праздничный салют. Владимир Шалак отметил, что программа праздника не изменилась из-за распоряжения федерального правительства по сокращению расходов на празднование трехсотлетия. Там говорится о сокращении на культурные мероприятия. А этих культурных мероприятий у города там не было никогда в программе правительства, потому что они могут быть только регионального значения. Нас это никаким образом не касается, потому что я когда сегодня услышал по радио, что там вот сократили, то-то, то-то, только оставили и немного добавили вроде на Омскую крепость. На Омскую крепость осталось все то финансирование, которое было защищено. Власти хотят, чтобы трехсотлетие осталось в истории Омска и в памяти горожан красочной страницей. Готовят провести столько событий, что едва ли можно удержать в памяти. Чтобы омичи не пропустили интересные для себя мероприятия, на улицах Омска развесят информационные афиши, а на экранах в автобусах и по радио возле подземных переходов будут крутить рекламу о предстоящих культурных развлечениях. Алла Аксенова, Александр Филиппов, Антенна 7. Сегодня у омских выпускников был еще один повод надеть праздничные наряды. Речь о медалистах. Их пригласили на торжественную встречу с мэром города Вячеславом Двораковским. В этом году медали за особые успехи в учении заслужили 400 человек. По данным департамента образования, это число остается неизменным уже на протяжении трех лет. Какие слова подготовил градоначальник для будущих студентов, знает Ксения Товичкина. Сегодня на встречу с мэром должны прийти около 400 выпускников-медалистов. Празднование должно начаться на площади у музыкального театра небольшим танцевальным флешмобом, однако в планы организаторов вмешалась погода. На термометре 16 градусов со знаком «плюс», но ощущается не больше 12. Виной всему холодный пронизывающий ветер. Двигаться явно не хочется. Отвагу демонстрируют девушки. Прогуливаются по площади с открытыми плечами. Даже виду не подают, что холодно. Красота требует жертв, в один голос заявляют выпускницы. И только заботливые мамы пытаются приобнять дочерей, чтобы хоть как-то согреть. Пойдет нормально тепло? Ну, нормально. Я думала, будет теплее и солнечно. Почему не отказалась от выбора платья? Ну, мне очень понравился короткий... Что, ну, короткое, не будет мешаться под ногами. Ну, а сегодня у тебя не холодно? Да, еще нет, пока не замерзла. Что интересно, многие выпускницы в этом году выбрали платье в цвет своего аттестата. Классические футляры, струящиеся в пол, придаленные до колена платья красного цвета, то и дело мелькают перед камерой. Алина Линард усилила свой образ красной помадой. Цвет характеризует настрой девушки на поступление в ВУЗ. Настроение уже давно не праздничное. Теперь ждем физику. Самый главный для меня предмет. От него будет зависеть многое. Куда планируешь поступать? Какие результаты уже нет? Известна математика, русское общество знания. Осталась физика. Планирую поступать в политехнефтегазовое дело. Ну, я думаю, у меня хорошие шансы для поступления. Мысли парней тоже о поступлении. Андрей Голубцов, как и Алина, хочет поступить на бюджет по специальности нефтегазовое дело. Парень также ждет с нетерпением результатов за экзамен по физике. Шансы на поступление пока сложно предугадать, говорит Андрей. Я все результаты еще не знаю. Как узнаю, так буду думать, куда поступать. Посмотрим. Однако один явный козырь у всех этих ребят уже есть. Это медаль за особые успехи в учении. В этом году воспользоваться ее привилегиями при поступлении в ВУЗ смогут 400 выпускников. В каждом ВУЗе медаль оценивается от 1 до 5 баллов. Это зависит уже от тех документов, которые есть непосредственно в учреждении высшего профессионального образования. И студенты, конечно, когда наши абитуриенты придут, да, наши выпускники и станут абитуриентами, они уже знают, какой балл плюсом к ЕГЭ им принесет медаль. Медаль-бонус, но не гарантия успеха в будущем. Ее может и не быть. Все зависит от собственного желания и рвения, прилежности и дисциплины. Это на личном опыте доказал мэр Омска Вячеслав Двораковский. Я захватил школу без медали. У нас выпускалось 7 классов, 4 десятых и 3 одиннадцатых. На все 7 классов было всего 3 медали. Но медаль важна, потому что, наверное, нужно отдельное достижение или особое достижение всегда нужно подчеркнуть. Потому что она и у взрослых, так сказать, когда человека оценивают, это очень важно, да. Это один из трех моментов, который ждет, человек выполняет ту или иную работу. А у молодых людей, которые проявили особое усердие, труд и, наверное, сумели развить свой талант, конечно, это надо подчеркнуть. Участвование медалистов 2016-го состоялось в торжественной обстановке зала музыкального театра. Праздничный концерт подготовили лучшие творческие коллективы города. Можно с уверенностью сказать, сегодня каждый почувствовал еще большую гордость за собственные достижения. К поздравлениям присоединяются Аксения Тойчкина, Сергей Гаврилов, Антенна 7. Сегодня всех, кому от 14 до 35 лет, можно поздравить с Днем молодежи. Праздник молодых выпал на рабочий понедельник, поэтому в Омске его отпраздновали накануне, в воскресенье. Подробности этого дня в репортаже Алла Аксенова. Она работала на главной праздничной площадке на Зеленом острове. Праздника на Зеленом острове могло и не быть. Сегодня с самого утра зарядил дождь, который поставил планы администрации под угрозу. Все же погода пошла навстречу молодежи, и молодежь откликнулась. Для мечей организаторы придумали развлечение на целый день. Одними из первых открылись творческие площадки. За этим столом дают мастер-класс по современному рукоделию. Картины из пряжи, браслеты из резинок. В роли педагогов, в том числе и юноши, которых совсем нельзя уличить в немужском деле. Первое плетение появилось у мужчин, то есть у моряков, которые завязывали всякие узлы, и за счет этого корабль плыл. Я недавно научился, мама, конечно, очень рада этому. Вот так вот заделывая нормально. И это очень расслабляет, особенно когда ты перенервничал, садишься и ничего. А это, пожалуй, самая громкая площадка на празднике. Ревет мотор самого большого беспилотника в Омске. Самолет, сделанный руками Владимира Тарана, готов взлететь в воздух. Но, к сожалению, из-за собственного веса останется на земле. Запускать беспилотники над людьми, что тяжелее 250 граммов, по закону запрещено. Но и на земле модель привлекает внимание. Чтобы нас знали, что мы существуем. Это первое такое, что существует все-таки у нас в Омске федерация модельного спорта. Хотя печально, конечно, у нас нет магазина базовой, базы нету такой особой. Но хотелось бы как-то привлекать, завлекать, заинтересовывать людей. Поэтому, ну, мое хобби, увлечение, мне нравится, чтобы людям тоже нравилось, чтобы они тоже хотели что-то увидеть, потому что все восхищаются, конечно, полетом. Организаторы придумали развлечения на любой вкус и возраст. Настольные и подвижные игры, мастер-классы по робототехнике. Открылось литературное кафе, где на природе можно почитать любимую книгу. Мы с другом гуляем, планы провести на хороший день. Много интерактивных площадок. Очень, наверное, цель направлена все-таки на детей. Но, я думаю, семьи здесь могут хорошо время провести. Семьям в этом году Департамент по делам молодежи уделил особое внимание. Для них подготовили отдельную программу с играми и эстафетами. Дождь все же старался помешать планам. Но пока над зеленым островом стояли тучи, а мечи просто шли в летнее кафе перекусить. Мы сегодня готовили примерно на 200-250 человек. А мечи любят плов натуральный, без никаких добавок. Они уже, а мечи, как бы разбирают на плове, они разбирают. Ближе к вечеру в парке дали старт фестивалю театрального искусства. Впервые под открытым небом а мечам показали спектакли нескольких городских театров. День молодежи на Зеленом острове завершился в 10 часов вечера. Это празднование в последнее воскресенье июня, можно сказать, по старому стилю. А сегодня у молодых россиян официальный праздник. Алла Аксенова, Андрей Кузьмин, Антенна 7. Веселилась молодежь и на улице Чканова-Леханова. Омский молодежный арбат так назвали этот комплекс творческих мероприятий. Как организовали и как праздновали в нашем следующем материале. Пространство улицы разделилось на 17 интерактивных площадок. Это свободные танцы. Сальса, хасл, линди-хоп, буги-вуги, джаз и рок-н-ролл. Направлений здесь на любой вкус. Идея площадки – заразить народ танцем. А помогают в этом активные ребята и заводилы. Расталкивают народ. Не расталкивают. Но это не хореограф, это просто активные ребята, ученики разных студий нашего города, которые просто пытаются завести толпу, чтобы они не стояли, не привыкли, как привыкли смотреть. Если кто-то танцует, надо смотреть обязательно. А то, что сами тоже присоединялись, чтобы тоже танцевали. Молодежь Омска, впрочем, контрастная. Если на одном конце улицы ребята плясали и веселились, то на другом грустили. Здесь работала площадка «Звуки улиц». Песни всех вокалистов наполнены лиризмом. Дарья Рыжикова исполнила композицию группы «Танцы минус». Она – девушка уверена, что радость легче познать через печаль. Мне моя родная улыбается, я ее сжимаю крепче-крепко. Всегда можно и попрямо ныть. Можно... Просто такие песни, они заставляют задуматься о чем-то и почувствовать что-то, даже может быть, веселое. Но я хотела бы, чтобы они почувствовали себя настоящими, живыми, что они находятся здесь и сейчас, что все с ними это происходит. Самые юные учились рисовать на воде. Это восточное искусство называется эбру. Сначала нужно расплескать краски по воде, затем перенести рисунок на бумагу. Дети в восторге. Команда уличных атлетов соревновалась на выносливость. Их главный девиз – тренироваться всегда и везде. А неспешный народ продолжал гулять по улице. Все равно ощущаю себя молодым. Я хотел бы подольше так себя ощущать. Самое красивое – там танцуют ребята. Вот там лучше всего. А вы поучаствовали? Нет, мы стесняемся пока. Мне понравилось разнообразие площадок и то, что можно сделать. То есть можно пойти потанцевать, можно пойти посмотреть украшения. И такое разнообразие – это очень здорово. Как вы считаете, может быть, нужно было концерт сделать огромный, позвать звезд известных? Да нет, зачем? Мне кажется, наоборот, лучше смотреть на таланты, которые растут в городе и восхищаться. Каждый, вне зависимости от пола и возраста, нашел здесь занятие по душе. Николай Евенко, Ксения Бесарапа, Андрей Кузьмин. Антенна 7. А еще мечи смогли увидеть пьесу Чехова в исполнении японцев. На Международный фестиваль Академии приехали артисты театра Читен. Они показали свой вариант постановки «Чайка». Должно сказать, что в репертуаре гостей есть еще два спектакля знаменитого писателя – «На вишневый сад» и «Дядя Ваня». Чем японцам, так склонным ко всему странному и гибридному, нравится русская классика, после просмотра узнала моя коллега Светлана Уронцева. Японский театр начинается с чашки чая. Зрители только пытаются понять, что происходит, а артисты уже настраивают их на спектакль. Сатако, которая исполняет роль Нины Заречной, с помощью переводчика объясняет. Слово «чай» напоминает ей слово «чайка». Русская и японская культуры разные, поэтому даже самые обычные для нас вещи вызывали у артистов вопрос, а что это, когда они читали пьесу. Серьезного непонимания не было, но я вспомнила, что в пьесе есть слово «котлеты». Русские котлеты очень отличаются от тех, что готовят в Японии. У нас котлеты – это просто свинина в кляре, а здесь они выглядят совсем по-другому. Больше переводов постановки не будет. Спектакль на японском. В этой версии все перевернуто с ног на голову. Маша в черной вуале изображает лай. Нервный Константин вместе с Ниной оказываются на столе. Некоторые эпизоды вызывают в Амичей смех, но актеры относятся спокойно. Они рады слышать реакцию. В Японии зрители обычно сидят молча, поэтому понять, нравится им или нет, невозможно. Сатакота – самая чеховская чайка. Долго на сцене она просто стоит, скрестив над головой руки. Роль Нины японская актриса изучала долго, так как многому в ее характере была удивлена. Когда я впервые читала пьесу, Нина Заречная мне показалась чересчур милой девушкой. Лично от меня эта роль на достаточно большой дистанции. Режиссер Матои Миура не хотел, как заезженную пластинку, вновь повторять одно и то же прочтение Чехова. И к удивлению консерваторов, его чайку с интересом смотрят в России и Японии. В стране восходящего солнца, кстати, произведения Чехова ставят давно. Сейчас у нас даже считается, что произведения Чехова несколько исчерпаны и старомодны. Для меня Чехов один из титанов реалистического театра, поэтому как только я начал заниматься театральной деятельностью, я его очень много изучал. Мне казалось, для того, чтобы достигнуть новую ступень современного театра, я должен пройти путь Чехова. В и так неожиданном спектакле в конце зрителей ждет еще один шок. Завершающий монолог Сатако произносит на русском языке. Главное слабо и блеск не то, о чем я мечтала, о умении терпеть. Пятый международный театральный фестиваль «Академия» завершился в последний день на сцене драматического театра спектакль «Крик лангусты». Отыграли актеры театра имени Вахтангова. Но спортивную жизнь тоже не обойдем стороной. Слово Николая Ивенко. Чемпионат Европы по гребле на байдарках и каное завершился в Москве. Российская сборная стала второй в общекомандном зачете. Свой вклад в успех внесли и омские спортсмены. Иван Штыль в паре с Виктором Милантьевым победили в заплыве на полкилометра в каное двойке. Еще один представитель Омской области Роман Аножкин завоевал серебро в байдарке четверки на дистанции в тысячу метров. В Национальной хоккейной лиге прошел традиционный драфт юниоров. Свой клуб нашел и воспитанник омского хоккея Дмитрий Соколов. Теперь 18-летний нападающий продолжит карьеру в Миннесоте. Последний сезон Соколов также провел в Северной Америке. В молодежной лиге Онтарио за клуб Сетбери Соколов сыграл 62 игры и набрал в них 52 очка. А вот бывшему нападающему авангарда Яромиру Ягру драфты, которого давно позади, вручили награду за верность хоккею. Билл Мастертон Трофи 44-летнему форварду вручили не лично. Сам Чех находится на родине рядом с серьезно заболевшим отцом. В прошедшем регулярном сезоне Ярдо сыграл за Пантер 79 матчей, в которых набрал 66 очков. Став лучшим в команде, ветеран помог клубу впервые в истории выиграть Атлантический дивизион. К слову, в этом сезоне чешский форвард вышел на третье место в списке бомбардиров и снайперов за всю историю НХЛ. Николай Явенко, Антенна 7. На этом наш выпуск завершен. Наши новости можно найти на сайте и в группе ВКонтакте. Увидимся. Субтитры делал DimaTorzok В детских магазинах и 29 июля участвуйте в праздничном розыгрыше призов на сумму 100 тысяч рублей. Подробности ВКонтакте Я не привык терять время и уверен, я иду к своим победам. Тем более мобильный всегда под рукой. Аптека.ру всегда под рукой. Быстро, удобно. Субтитры делал DimaTorzok